так что всем доброе утро сегодня вторая лекция народу как-то стало меньше так давайте начнем с того что пишите слышно меня или нет чатик отлично спасибо так ну сегодня у нас вторая лекция вернее скорее сказать первая лекция значит мы познакомимся вообще стоит с тем предметом чуть глубже в прошлый раз я рассказал на словах чем будем заниматься зачем это нужно вот сегодня мы чуть поглубже в это погрузимся посмотрим слайды посмотрим чем живет современная индустрия как это вообще связано с нашей специальностью могу сразу сказать что если например лет пять назад все что касалось нейронных сетей она была скорее в области таких стартапов и различных интернет технологий то сейчас все это начинает потихоньку приползать в область промышленной автоматизации и ну таких более более приближенных к реальности вещей то есть вот поэтому значит сегодня наш наша лекция она будет конечно сегодня такая вводная каких-то сегодня сложных там выкладок математических не будет просто будем смотреть на слайды и так сказать разбираться с тем что же такое нейронные сети зачем они нужны и как их использовать на практике значит лекция будет базироваться на известной лекции нового товарища который работает в интеле значит она человек занимается в основном задачами распознавания образов и так называемые сверточными нейронными сетями вот это конечно так с одной стороны достаточно далеко от нашей отрасли с другой стороны вы должны понимать что сейчас активно начали использовать видеопоток для создания датчиков то есть по сути камера сейчас стоит не очень дорого и она при этом предоставляет огромные огромное количество информации то есть каждое каждое изображение там примерно 1000 на 1000 пикселей это порядка миллиона показаний датчика вот и все это идет там с частотой 25 кадров в секунду то есть колоссальный объем информации который может быть использован для построения систем управления вот и целом сейчас очень активно как раз таки в промышленности начинают внедрять то есть они и раньше конечно внедряли системы технического зрения вот но раньше это была достаточно такая трудоемкая операция потому что не было готовых алгоритмов было недостаточно данных для того чтобы обучать не было подходящих технологий чтобы пытаться ну то есть чтобы на как бы на лету без каких-то глубоких знаний того как это устроено использовать это при автоматизации вашего технологического процесса вот сейчас все эти компоненты появились они легко доступны при наличии у вас подходящего количества денег вот поэтому достаточно активно это все внедряться в промышленности ну здесь надо еще понимать что конечно речь может быть даже не столько в желании промышленности применить нейронные сети сколько в активной работе крупных компаний которые начали в эту область направлять свои маркетинговые усилия то есть грубо говоря выпускать продукты подходящие их презентовать проводить различные пилотные проекты то есть вести некоторую такую разъяснительную работу насчет того что же еще такого не хватает на вашем производстве то есть грубо говоря как вы можете повысить производительность вашего производства вот то есть наша сегодняшняя задача это посмотреть на примере вот этих сверточных нейронных сетей для задач распознавания образов вообще посмотреть что такое нейронной сеть для тех кто еще до сих пор ничего про них не слышал посмотреть что это такое как как этим пользуются какие задачи вот в частности в частной области в распознавании образов, какие задачи могут решаться. Ну, с некоторыми я, конечно, буду делать различные лирические отступления на тему того, как это может быть использовано, например, в промышленности, то есть в системах управления, промышленной автоматизации. Ну, конечно, в основном у нас задачи хотя бы просто познакомиться с нейронными сетями, чтобы в дальнейшем было понятно, о чем идет речь. Значит, ну, сама вот эти слайды, они подготовлены, конечно, не мной, они относятся к целому огромному объему других слайдов, других лекций, которые связаны с таким направлением, как глубокое обучение, которое часто, ну, в принципе, когда говорят там глубокое обучение и нейронные сети, обычно это такая каша хайповая, то есть где люди не понимают, что это такое, зачем это нужно, но все знают, что надо туда бежать, потому что все этим занимаются, огромный спрос на это. Вот, это тоже вы должны потихонечку понимать, что как бы в мире вообще все крутится вокруг каких-то символических названий, за которыми может вообще все что угодно быть. То есть там, например, очень известная сейчас тоже популярная тематика, связанная с цифровыми двойниками. Значит, сейчас под цифровые двойники маркетологи подводят все что угодно, вплоть до обычных дифференциальных уравнений там первого порядка. То есть какое-нибудь периодическое звено называют цифровым двойником объекта. Но это смешно. То есть то, что раньше было компьютерной моделью, сейчас стало цифровым двойником. Вот, конечно, есть настоящие цифровые двойники, но их очень мало. То есть есть буквально по пальцам перечитать можно людей, которые действительно занимаются цифровыми двойниками. То есть строят, ну, по сути, речь там идет о точности моделирования. То есть они строят модели с точностью такой, которая позволяет как бы решать задачи, которые раньше решались только натурным экспериментом. Ну, вот самый известный в России, известный пример – это автомобиль «Кортеж», который недавно был разработан в России. То есть его там первоначально все плевались в него, все аналитики говорили, что это будет опять очередной распил денег. Вот, в конце концов, там цель стояла такая, чтобы создать автомобиль люкс-класса для наших чиновников любимых, для того, чтобы они не покупали там всякие Бентли и прочие. То есть сделать некоторый российский автомобиль, который бы по уровню был не хуже, чем известные в мире там классические автомобили представительского класса. Вот. Соответственно, за эту работу взялись, ну, достаточно талантливые люди. То есть это автомобильный институт под Москвой. И вот наша питерская группа для них, питерская группа, которая в политехе находится, там есть такой деятель Боровко, вот, они как раз занимаются моделированием. И очень интересная история о том, что когда вот этот институт автомобильный, они решили, что вот нам надо сделать что-то хорошее, давайте мы сходим на Запад и попросим сделать российский автомобиль, чтобы российский автомобиль сделали западной компанией. Вот идея была такая первоначально. Вот они пошли на Запад и сказали, там, не знаю, БМВ пришли и сказали, вот, нам нужно сделать автомобиль, давайте начнем с расчетов. Они сказали, чего вы к нам пришли? Нам уже там 10 лет расчеты делают у вас в питерской лаборатории, в политехе. Вот. И для всех это было огромным шоком, что, оказывается, в России есть кто-то, кто делает что-то для западных автомобильных концернов. Вот. И вот эта команда, которая в Питере, в политехе, вместе с командой автомобильного института, они сделали, ну, по сути, впервые в мире сделали так, чтобы автомобиль, то есть не имея натурных автомобилей, это натурных примеров, они чисто на уровне компьютерных моделей создали настолько точную модель автомобиля, что при… ну, то есть спроектировали, рассчитали, там, все нагрузки посчитали, в том числе краш-тесты виртуальные проходили. Вот. Это привело к тому, что когда они вышли уже на реальные испытания, то есть, грубо говоря, есть там международные институты, которые сертифицируют автомобили на безопасность, на, там, различные показатели. Вот. И, как бы, впервые в мире эти испытания были пройдены с первого раза. То есть никто до сих пор еще ни разу не проходил эти испытания с первого раза. То есть всегда там 2-3, 2-3 машины надо было разбить, там 2-3 дизайна перепроверить, перепросчитать, чтобы получить автомобиль, который бы проходил по требованиям, там, безопасности на краш-тестах. Вот. Это такой известный пример цифрового двойника, когда действительно точность моделирования уже настолько высокая, что вы можете, например, проводить краш-тест автомобиля не на реальном автомобиле, а на его компьютерной модели. И вот разница между, там, компьютерной моделью и реальным автомобилем, она уже становится настолько незаметной, что, проходя краш-тесты на компьютерной модели, вы можете быть уверенным в том, что вы пройдете краш-тест на реальном автомобиле. Вот. То есть вы не будете тратить деньги, там, и время на сертификацию. То есть, грубо говоря, обычный цикл – это вы пригнали первый вариант вашего автомобиля, там, прошли краш-тест, посмотрели, что не так, потому что с первого раза обычно не получается никогда. Вот. Ушли, там, к себе обратно, еще пару лет, там, что-то покрутили, повертели, переделали все, еще один краш-тест прошли, там, может, еще один краш-тест. То есть, там, за 3-4 года вы, там, худо-бедно как-то проходите все эти испытания. Вот. Вот. Проект «Кортеж», он прошел с первого раза. То есть они сэкономили 3-4 года на разработке. Вот. Это, на самом деле, колоссальные деньги, потому что на старте проекта, когда еще у вас нет ни спроса, ни рынка еще никакого, вы не захватили, вам надо как можно быстрее выйти на рынок и начинать показывать некоторые уже результаты, то есть некоторые продажи начинать. Вот. Поэтому, вот, когда вы должны понимать, да, что любая технология, она обычно, вокруг нее задается очень много шума. То есть всегда есть примеры действительно по-настоящему прорывных идей и прорывных технологий, которые используются для решения практических задач. Вот. Но это примерно, там, 5-10%. Вот. Остальные 90% – это просто шум, мусор, как это называют, хайп. Вот. Но, тем не менее, у него тоже есть определенное назначение у этого хайпа. Значит, оно состоит в том, чтобы некоторая идея, она начинала занимать умы людей, которые принимают решения. То есть, как правило, вот все, что касается там искусственного интеллекта сейчас и глубинного обучения, сейчас уйдет такой некоторый сдвиг в головах топ-менеджеров о том, что вот это хороший способ повысить производительность, там, повысить прибыльность вашего бизнеса. Вот. Поэтому идет, с их уже, у Даши вот сверху уже идет, начинаются некоторые, там, требования. Давайте заниматься, там, искусственным интеллектом, давайте заниматься нейронными сетями. Вот. И все это постепенно доходит, там, до низов, то есть, до простых инженеров, программистов, вот, которые непосредственно начинают этим всем заниматься. Вот. Ну, тут, конечно, можно много историй привести, как, к чему все это приводит в конечном итоге. Но это вот такой некоторый прогресс определенный со всеми его плюсами, минусами. Вот. Вам, как специалистам, нужно, конечно, в этом, во всем разбираться, то есть, чтобы тоже вы не были теми, скажем так, желанными, желанными клиентами различных маркетологов, которые там лапшу на уши вешают, чтобы вы умели во всем этом разбираться и понимать, зачем это нужно как-то использовать, где это можно использовать, где это нельзя использовать, какие плюсы, какие минусы. Потому что сейчас, например, вам предлагают, например, купить какую-то волшебную коробочку, которая все делает. Вот. Вы ее покупаете, значит, ставите на вашу установку, да, потом понимаете, что внезапно вам нужно еще что-то, что обучит вашу коробочку. То есть, вам нужно еще, оказывается, еще вложить огромное количество денег в то, чтобы подготовить некоторые данные для этой коробочки. Что она, оказывается, не такая уж волшебная, что для ее работы нужно посадить там 10 мартышек, которые будут готовить данные для нее. И только после этого она, дай бог, начнет там что-то работать, что-то делать. Вот. Вот это вы все должны прекрасно понимать. То есть, верить там абсолютно тому, что там пишут в всяких рекламных буклетах, особенно там в том, что касается промышленного оборудования, которое стоит там миллионы рублей. Вот. Это очень-очень для вас важный момент. Поэтому цель нашего курса – это в первую очередь не столько научить вас программировать там или использовать нейронные сети для каких-то решений там того, чтобы приносить прибыль там к своей компании, потому что это уже область, скажем так, работы на вашем конкретном рабочем месте. Вот. Наша цель все-таки – развить ваш кругозор. И для того, чтобы придя уже после окончания университета на какую-то должность, какую-то специальность, вы бы уже могли немножко разбираться в том, чем сейчас живет рынок. Может быть, даже к тому времени, как вы начнете там активно уже принимать решения, станете там начальниками, может быть, это хайп уже вокруг нейронных сетей пройдет. Вот. И будет что-нибудь новое в этом. Как-нибудь еще. Еще какое-нибудь новое изобретут. Вот. И вы, может быть, будете вспоминать, что вот есть такая вещь, как хайп, что есть различные метрики, которые позволяют понять, что сейчас находится на хайпе. Вот. Что в этом, в этой процессе всегда присутствует некоторая доля мусора информационного, которую нужно уметь отсеивать. То есть, на самом деле, огромное количество, как я сейчас любят говорить, компетенций, которые вы приобретаете на университете, вот, которые, может быть, напрямую не будут связаны с вашей работой, но, тем не менее, дают вам определенную подготовку такого интеллектуального уровня. Вот. Ну, возвращаясь к нашему курсу, вернее, просто как пример, да, того, что вообще сейчас предлагают изучать в области искусственного интеллекта, глубинного обучения, нейронных сетей. То есть, ну, например, вот распознавание образов, то есть, есть целый набор, там, таких классических тем, которые рассматривают во всех этих курсах. На самом деле, если вы будете активно изучать сейчас сотни, тысячи этих курсов по нейронным сетям, по искусственному интеллекту, там, 10 лет назад вообще было тяжело найти что-то вообще про нейронные сети, более-менее вменяемое. Сейчас там с каждого угла уже, чуть-чуть ли не в метро уже там развешивают объявления о том, что курсы по нейронным сетям. Ну, это, конечно, смешно, там, 10 лет назад то же самое там по, не помню, что там, по Форексу, по-моему, было. Там лет 5 назад там по биткоинам было, сейчас вот по нейронным сетям начали что-то рассказать. Там нам технологии там были лет 10 назад тоже. То есть, вот есть какие-то такие хайповые вещи, вокруг которых создается огромное количество контента, различных презентаций, видеороликов, то есть, все, что захотите, там, на любом языке, там, хоть на индийском, хоть на русском, хоть на английском. Ну, вот, различные курсы появляются. То есть, вот, ну, все они примерно про одно и то же. То есть, они рассказывают про, что такое нейронная сеть, как распознавать образы, какие есть библиотеки и так далее. То есть, ну, как бы, самое главное, они не отвечают на вопрос, как это все применить на практике. Ну, вернее, не на практике, а как это применить где-то за пределами распознавания, там, котиков, собачек. Вот, то есть, на изображениях. То есть, все-таки, вот именно задача применения различных методов и технологий для решения тех задач, которые у вас будут стоять, когда вы придете на работу после университета, вот это, наверное, самая сложная часть, которая нигде вообще не описывается. То есть, это исключительно основывается на вашем опыте, на тех практических навыках, которые вы приобретаете на университете, на работе, на том, что вы слушаете, что вы читаете. То есть, это, своего рода, такая работа-аналитика. Вот, но, конечно, эта работа, она невозможна без понимания того, что это за технология, как она используется, какие у нее есть подводные камни, какие плюсы, какие минусы. То есть, нужно обязательно, конечно, в первую очередь развивать свой кругозор. Вот, и такого рода лекции, они, на самом деле, очень хорошо к этому подходят, потому что здесь люди, ну, достаточно опытные в плане, там, подготовки презентации, преподнесения материалов. Они, там, рисуют какие-то картинки, какие-то схемы, по которым достаточно просто можно понять идею. Вот, я, конечно, не призываю вас отказываться от всего остального и смотреть какие-то простые презентации и видеоролики. Вот, но, возможно, это будет, например, некоторой такой точкой входа в отрасль, да, в технологию. Вот, потому что, если вы, конечно, сразу начнете открывать, там, научные статьи, по которым все это делают, то есть первоисточники, откуда все это взялось, вполне возможно, что вы и не поймете, о чем идет речь. Значит, мы в нашем курсе будем дальше рассматривать различные статьи, то есть вы посмотрите не только на вот такие вот презентации общего характера, это только мы сейчас вначале посмотрим, чтобы совсем вас не шокировать. Значит, мы будем, конечно, все-таки стремиться к тому, чтобы в нашем курсе переходить больше к первоисточникам, то есть к тем научным статьям, где формулируются непосредственно идеи, где в сжатом сухом виде, там, с минимальным набором каких-то картинок с огромным количеством формул, которые там черт ногу схомят, что у них там происходит. Вот, чтобы вы тоже понимали, откуда вообще все идет. То есть некоторый такой конвейер знаний, то есть от их изобретения до непосредственно их пережевывания, укладывания, там, вашу голову в виде каких-то маркетинговых материалов. Вот, то есть есть вот такой некоторый ландшафт, который достаточно интересен, он такой витиеватый, запутанный. Вот, мы тоже со всем этим постараемся познакомиться, чтобы у вас было понимание вообще того, как вообще все это устроено. Вот, значит, ну, в целом там тут предлагается, что, ну, это, конечно, публикация с 2013 года, да, то есть уже почти 7 лет прошло, вот, но тем не менее в технологиях, к счастью, для вас и для меня все не так быстро развивается, как там, например, мобильные телефоны обновляются, которые каждые два месяца новые модели, вот, в технологиях чуть-чуть подольше все это, то есть, ну, тоже достаточно быстро. То есть буквально там за 7 лет произошла некоторая такая революция, то есть в 10-м году, там, в 9-м году про нейронные сети никто еще не вспоминал. То есть они были, конечно, никуда они не делись. Мы еще поговорим с вами о том, как исторически все это развивалось. Вот, ну, вот, произошла определенная революция в 13-м году, вот, вплоть до того, что глубинное обучение, глубокое обучение с точки зрения распознавания образов, оно было признано одним из 10 прорывных технологий, там, наряду, там, с социальными сетями, с расшифровкой ДНК, с аддитивными технологиями, то есть производством, ну, по сути, 3D-принтеры, вот, ну и так далее, вот. То есть было выделено такое нечто необычное, да, что не поддается объяснению рациональному, то есть, грубо говоря, все жили прекрасно без нейронных сетей. Вдруг внезапно оказалось, что они вроде были, да, но вдруг внезапно они стали решать такие задачи, которые до сих пор компьютер решать не мог. То есть всегда так немножко народ посмеивался, что вот восстание машин, там, роботы, все это пока чепуха, то есть, там, точность этих, там даже, по-моему, были какие-то ролики, там, про восстание машин, где, там, показывали каких-то роботов, которые, там, ошибаются, там, грубо говоря, решит, там, несколько мячиков, они, там, три мячика правильно берут, четвертые, там, ошибаются, там, или, там, какая-нибудь, какой-нибудь робот, там, который пытается ходить на двух ногах, падает, то есть, грубо говоря, там, были такие вот шуточные ролики, там, про восстание машин. Вот, но в 2013 году внезапно оказалось, что произошел некоторый прорыв технологический, в первую очередь технологический, то есть, он не был научным прорывом, Это был технологический прогресс, мы еще про это поговорим, на чем он основывался, но это было, и с тех пор как-то все закрутилось, и каждый уважающий себя бизнес, начиная от пятерочки и заканчивая какими-нибудь крупными гигантами, типа Google, Siemens, Boeing, все так или иначе начинают использовать нейронные сети. Иногда даже они начинают использовать не потому, что им это действительно нужно, а просто потому, что очень активно включился маркетинг сейчас в это дело, то есть сейчас бизнес не бизнес, если в нем нет нейронных сетей, поэтому неважно, зачем они используются и можно ли было до этого без них жить. Сейчас это такой, ну, то же самое, как сейчас зеленые технологии, то же самое, как сейчас толерантность, это вот такие маркеры, которые показывают, конкурентоспособны вы или нет, то есть находитесь ли вы в тренде или нет, вот, что очень-очень важно обычно для публичных компаний, потому что публичные компании должны отчитываться перед своими инвесторами, их благополучие зависит от того, насколько люди готовы вкладываться в эту компанию. Вот, собственники тоже там, грубо говоря, они владеют акциями и они очень заинтересованы в том, чтобы компании росли, вот, поэтому, когда кто-то говорит, что вот что-то стало актуально, все сразу резко начинают туда бежать, этим заниматься и это на самом деле хорошо, потому что пусть там 90% ресурсов будет потрачено на такие весьма странные вещи, но это цена прогресса. То есть оставшиеся 10% на самом деле действительно продвинут, очень продвигают технологии, вот, и это на самом деле прекрасно. Вот, то есть в 19-м году начался определенный хайп вокруг нейронных сетей, в первую очередь глубинного обучения, вот, ну, как бы сейчас это все немножко эволюционировало, то есть есть, есть на самом деле такая потрясающая организация, как Gartner, они занимаются, ну, некоторым таким аналитикой по состоянию дел по разным технологиям, они вот такие раз в год делают такие интересные графики по хайп, хайп-цикл, цикл хайпа вокруг различных технологий. Вот они в 2020-м выпустили очередную свою картинку, тут как бы по осе X тут время, да, то есть они вот разделяют несколько стадий любой технологии, да, то есть некоторый триггер, вот то, что мы говорили, в 13-м году, да, произошел триггер по нейронным сетям, то есть они раньше существовали, то есть эта кривая, она здесь не обрывается, она там куда-то еще идет, там, в ноль, вниз совсем. Вот, но как бы нейронные сети были, ими занимались, но как-то особо никому не были интересны с точки зрения, там, маркетинга, бизнеса, вот. Но вот в 13-м году произошел некоторые, здесь, конечно, пока не нарисовано, уже 19-20-й год, то есть текущее состояние дел. То есть нейронные сети были где-то здесь вот, первоначально, там, в 13-м году. Вот сейчас они уже немножко так растеклись, то есть уже, ну, на самом деле, никто даже не говорит про нейронные сети, все говорят там про искусственный интеллект, но когда вы слышите про искусственный интеллект, вы должны понимать, что сейчас под искусственным интеллектом чаще всего понимаются нейронные сети. Вот, они, конечно, такие намного сложнее, очень сложные, запутанные, там, много разных намешанных технологий, вот, но так или иначе они базируются на нейронных сетях, вот. И вот видно, что, например, сейчас на самом хайпе находится встроенный AI, то есть это искусственный интеллект, который, ActiveCoin Intelligence, который встроен в различные устройства, там, начиная от умных часов, мобильных телефонов и заканчивая, там, промышленными, промышленными устройствами, вот. Ну, вот, есть тут, то есть на этой кривой здесь есть триггер некоторый, да, когда что-то происходит и все начинают бросаться вот этим заниматься. Потом есть пик некоторых ожиданий, да, то есть, грубо говоря, когда люди думают, что все, мы сейчас там вложим деньги, там, заработаем в 100 раз больше денег, там, достаточно только на этом человеке, который что-то знает, там, про нейронные сети. Вот, это называется пик, пик популярности, да, технологии. Вот, потом начинается разочарование, то есть, деньги вложили, результаты не получили. Значит, кучу что-то потратили, какого-то мусора накупили, каких-то странных людей наняли, которые ничего не делают, бездельничество, кроссворды разгадывают. Вот, начинается, как бы, разочарование, да, то есть, технология проваливается. У нее перестают вкладывать, вот, но, тем не менее, те, кто не разочаровался, то есть, там, те 10%, которые, например, с умом вкладывали, понимали, что, там, лапшу могут на уши вешать, что все подряд не нужно покупать, что нужно уметь, как, грубо говоря, там, современная охота должна быть, да, то есть, нужно понимать, во что вы вкладываете. Вот, они, конечно, не разочаровываются, они продолжают развивать эти технологии, вот, и постепенно начинает, как бы, выходить на некоторую плато, то есть, технологии начинают занимать свое место на рынке, то есть, все прекрасно понимают, где это работает, где это не работает, зачем это нужно. Вот такая вот интересная кривая, очень, очень полезно, там, раз в год на нее смотреть вообще, чтобы понимать, куда вообще все движется. Вот, ну, с точки зрения искусственного интеллекта, мы видим, что сейчас вот, как раз, хайп вокруг встроенных, встроенного искусственного интеллекта, да, то есть, грубо говоря, это технологии, когда вам какие-то маркетологи начнут продавать вам, ой, так, значит, смотрите, у меня сейчас через 10 минут закончится время в зуме, когда нас выбросит, надо будет переподключиться, обязательно. Вот, ну, пока, пока работаем дальше. Значит, сейчас очень активно пошло, ну, я просто так, как пример, приведу свою любимую компанию, вот, которая выпустила встроенный контроллер для встроенной нейронной сети, да, то есть, с нейрочипом для искусственного интеллекта, для задач автоматизации, то есть, не знаю, 10 лет назад, когда диссертацию писал, я, например, на ассемблере писал для вот этих контроллеров Сематик, писал нейронную сеть, там, на 30 нейронов, чтобы она, там, занималась управлением какой-то там установкой. Вот, сейчас, как бы, сделали уже прям готовое решение, готовую коробочку, которую вы просто покупаете и как конструктор прицепляете. Они где-то тут рисуют, да, что вот есть, грубо говоря, контроллер, вот это IT20, короче говоря, некоторая такая модульная система, к которой вы приклеиваете вот этот вот нейромодуль, вот, он у вас становится, как-то таким промышленным устройством, которым можно использовать для различных, там, задачек искусственного интеллекта. Ну, на самом деле, тут весь искусственный интеллект сводится к тому, что они, ну, вот, по сути, то, о чем я говорил, да, что, то есть, использование датчика, камеры в виде датчика. То есть, на самом деле, вообще ничего нового в этом нет, это система технического зрения, вот, но новое здесь, на самом деле, все-таки есть, оно стоит в том, как это использовать. То есть, если раньше, там, ну, мы об этом еще поговорим, как раньше решали задачи, там, технического зрения, как они еще решаются сейчас. Вот, то есть, произошла определенная революция, которая вот сейчас такой волной поднялась там и дошла до того, что вот всякие уважающиеся компании типа Сименса начали выпускать уже прям готовые железяки со встроенными нейронными сетями для того, чтобы решать определенные задачи, вот, но вы должны понимать, что хайп пошел вокруг все-таки распознавания образов и все, что связано с распознаванием образов, вот, но этот хайп пока не дошел до систем управления, то есть все попытки применить вот это все для систем управления, они наталкиваются просто на полное непонимание тех активистов, которые этим занимаются, в том, что такое управление вообще, что такое процессы, что такое физика, вот, и все это, конечно, все рушится, вот, но есть, конечно, организации там, которые этим, у которых это получают, я знаю, что Google, например, они лет пять назад вкладывались, пытались применить вот эти технологии распознавания образов для управления роботами, вот, но у них ничего не получилось, и, по-моему, просто все это похоронили. По-моему, они там даже покупали компанию Boston Dynamics, если слышали, это такие товарищи, которые очень любят всякие ролики выкладывать в институте, в смысле, в интернете, да, там про всяких роботов, которые там бегают по, ну, как люди, да, на самом деле, если поразбираться, чем они там, чем они там занимаются, да, на самом деле, это не такое уж управление, то есть это скорее они скорее, на самом деле, записывают некоторый скрипт по тому, как двигается робот, то есть там, ну, там такой искусственный интеллект очень спорный пока что, то есть это, на самом деле, очень красивые такие презентации, опять же, тут очень интересно такой некоторый хайп вокруг технологий, да, то есть они очень делают красивые презентации, но при попытке сделать какой-то коммерческий продукт, который бы что-то полезное делал, все это, конечно, отталкивается на некоторые проблемы, но это тоже возможно, когда вы начнете работать, вы поймете, надо просто посмотреть на людей, которые, есть люди, которые красивые презентации делают, есть люди, которые умеют красиво говорить, есть люди, которые умеют делать что-то полезное, вот, и здесь очень интересный, очень интересный пример, я давно за ними наблюдаю, то есть они лет 10 делают ролики, классные такие красивые ролики, которые прям всех вдохновляют, особенно они, конечно, хорошо действуют на топ-менеджеров. И вот Google в свое время вложился в Boston Dynamics, что-то, по-моему, несколько, пять лет они с ними поработали и потом просто продали, потому что, видимо, не смогли понять, как это вообще все применить. Вот, то есть к этому тоже надо быть готовым, что есть технологии, очень красивые, красивые презентации, маркетинговые материалы, вот, но как их использовать на практике, это, на самом деле, вот самая большая огромная проблема. И то же самое касается вот различных таких коробочек, то есть не нужно думать, что вложив там, не знаю, миллион рублей в покупку такой коробочки, вы сможете решить все свои проблемы. Каких проблем вы не решите, надо будет, во-первых, научиться этой коробочкой пользоваться, во-вторых, а прежде чем научиться, надо будет понять, вообще, нужно она вам или нет. Поэтому, конечно, прежде чем покупать, надо сначала попытаться разобраться, что это такое. Вот, ну, это такой пример интересный, да, про вот MBD TAI, то есть встроенный искусственный интеллект, то есть, грубо говоря, сейчас уже даже вот Химминс, который является таким консервативной организацией, ну, тем не менее, тоже они там очень активно занимаются инновациями, даже вот они уже выпустили некоторый такой железный прибор, в котором встроена вот эта сверточная нейронная сеть, в которую мы сегодня будем рассматривать, вот, для задачи распознавания образов. Пока что, конечно, это не касается управления. Вот, ну, про управление это отдельная тема, сейчас, конечно, хайп идет вокруг цифровых двойников с точки зрения управления, оптимизации производства. То есть, переход от такой теории управления, да, где вы там строили модельку, потом какие-то методы синтеза применяли, вот, сейчас от всего этого отказываются, иду со стороны цифровых двойников, то есть, оптимизация системы путем перебора. То есть, у вас в реальном времени крутится виртуальная модель вашей установки, вашего завода, вот, у вас там есть, не знаю, там, сотня PID-регуляторов, какие-то уставки, какие-то там и так далее, да. То есть, по сути, у вас все на производстве определяется набором уставок. Так, какие-то вопросы у нас пошли. Сейчас, секунду. Что-то все пропустил. Так, делали первый автомобиль на солнечных батареях. Ну, короче говоря, в Политехе на самом деле есть целая организация, которая занимается автомоделированием автомобилей, вообще вот для промышленности. Вот, я знаю, что они сейчас, например, самолетом занимаются новым, небольшим, то есть, для малой авиации создают новый самолет. Они там для различных, для каких-то вертолетов делали какие-то детали. Вот, это у новое направление, связанное как раз с, ну, называется сейчас проектирование, поддерживаемое искусством. Ну, короче говоря, вот они занимаются цифровыми двойниками с точки зрения проектирования. То есть, им интересна именно задача проектирования. В том числе, скорее всего, они занимаются, и там на самом деле много чем занимаются. Может быть, и автомобилем на солнечной батарее. Честно говоря, не в курсе. Я знаю, что вот у них самый известный проект – это «Кортеж». Вот, и знаю, что десятки лет они занимаются расчетами для всех мировых концернов автомобильных. То есть, у них очень большой, очень большой опыт. Они передовики в нашей стране и вообще в мире. Это вот один из тех примеров, когда действительно российские специалисты, они впереди планеты всей. Так, второй вопрос, да. Коммерческий продукт вышел, стоит. Так, про коммерческий продукт это вы про Симматик, да? Про Сименсовский? Или про что? Вадим спрашивал вопрос. А про Boston Dynamic, да. Ну, коммерческий продукт непонятно, что они там выпустили, честно говоря. Я не увидел какую-то… То есть, они выпустили какого-то собачку, которая умеет там за вами ходить. А зачем она нужна, совершенно непонятно. То есть, это какая-то игрушка на самом деле. Зачем это надо, непонятно. То есть, вот мне, как специалисту там по управлению, человек, который там в промышленности работает, я не понимаю, зачем она нужна. То есть, это просто какая-то игрушка. Вот. Я знаю, что они очень долго разрабатывали систему для армии США. Они рассчитывали… США рассчитывали, армия США рассчитывали, что они сделают некоторого такого робота, который будет ходить за спецназовцами и носить за них вещи. Там, грубо говоря, 200 килограмм вещей будут за собой таскать. Вот. Но все это как бы закончилось ничем. То есть, испытания показали, что в реальных условиях это невозможно использовать. То есть, это слишком сложная технология, слишком шумная. То есть, для того, чтобы она работала, нужно ставить там дизель-генератор, который будет энергию генерировать. Вот. Плюс она там застревала, ее нужно было, с ней нужно было нянчиться. То есть, технология пока что сырая. Вот. У них… Я говорю, они пока умеют только очень красивые презентации делать. Вот. И я думаю, что вот эти роботы, которые там 75 тысяч долларов стоят, это роботы как раз-таки для презентации. То есть, какие-то маркетинговые задачки там, типа, как у нас в Питере делали там 100… недавно, буквально месяц назад, помню, 100 каких-то квадрокоптеров, которые там в небе какой-то там спектакль визуально делали в ночном. Вот. Примерно для этих же целей, скорее всего, Boston Dynamics и делает своих продает роботов. Вот. То есть, пока что это еще такая сырая технология. Вот. Ну, они очень хорошо умеют себя презентовать. И это, конечно… Ну, опять же, да, у них есть своя польза. Они это все популяризируют. То есть, люди на это смотрят, им это нравится. Пусть это в маркетинге, да, но это используется. То есть, они будут постепенно технологии оттачивать. Я просто веду к тому, что сейчас вот есть определенный хайп, да, в чем, к чему вообще все это шло, что есть определенный хайп, там, вокруг, например, встроенного искусственного интеллекта. Сейчас вот пошел хайп по Generative AI. То есть, это тоже было недавно сообщение там про первый там фильм, который был снят искусственным интеллектом. То есть, написал сценарий там про первую, про первую там команду геймеров, которая полностью там искусственным интеллектом играла там с реальными геймерами и так далее. Вот. То есть, это сейчас вещи, они как раз идут на хайп. Чем через, вот тут написано синеньким, да, через 2 до 5 лет они должны выйти на плато. Значит, где-то вот через год-два вот эти вот вещи, они станут вообще прямо на хайпе. Вот. Ну, тут всякий там вот AI дизайн. Он уже на самом деле есть. И вот Барафон, ну, мы сейчас поговорим. Значит, давайте нас сейчас выкинет из конференции. Поэтому давайте Сейчас перезайдем. Так, ну, у Лебедева, да, конечно, есть куда, куда же без Лебедева-то. Так что, как говорится, даже у Лебедева теперь уже есть, даже у Темы теперь есть, значит, свой искусственный интеллект, который рисует дизайн. Вот, поэтому, как бы, хайп есть, об этом нужно знать. Так.